Мужчине следует знать, что вот его чувство, что он не знает, чем ему заниматься по факту жизни, не является признаком того, что он неразумный человек. Это просто этап развития. Самое главное понять правила. Нужно все равно что-то делать и стараться делать с энтузиазмом, бескорыстно. Когда мужчина сильно повязан на деньгах, думает о деньгах, о деньгах, о деньгах, только он теряет в развитии. Он как личность слабеет сильно. Потому что мужчина должен думать о том, чтобы делать добрые дела, чтобы все хорошо вокруг было. Должен думать о самосовершенствовании, чтобы я был сильным, побеждал судьбу. Деньги тоже важны, они нужны, но на втором месте. Если деньги на первом месте, словно на течет, тогда мужчина, он сначала хорошо развивается, деньги его стимулируют к развитию, но потом это сильно тормозит. Сейчас объясню почему. Потому что в развитии мужчины есть четыре стадии. Первая стадия называется хобби. Вот допустим возьмешь юношей, мальчиков, которые еще не жили, не работали, и они говорят, я буду заниматься чем мне нравится. Хочу таксистом, танкистом, хочу летчиком, хочу космонавтом там, еще чем-нибудь. То есть парни молодые, они мечтают делать что-то, что им нравится. Это называется стадия развития хобби. Получится у него, не получится, надо ему от него это людям или нет, он не знает. Но он хочет заниматься только тем, что ему нравится и все. Есть мужчины, которые доживают уже до 50 лет и на этой стадии развития находятся. Это значит, что они будут всегда дома сидеть, они работать не будут. Поэтому по двум причинам. Первая, ну вряд ли он найдет такую работу, чтобы ему прямо сильно нравилось. Это первая причина. И вторая причина заключается в том, что такой работник никому не нужен. Вот допустим человек работает, мужчина, ему что-то нравится, что-то не нравится. И работодатель говорит, вот это все надо делать. А он говорит, а это мне не нравится. Я вот это могу, а это не могу. До свидания. Ну то есть он таким образом всегда остается без работы, потому что невозможно найти такую работу, где бы все тебе нравилось. Просто невозможно. И эта стадия хобби, это значит, что человек неразвитый, и он не может ни деньги зарабатывать, ни чего. Такой мужчина должен хотя бы где-то работать до тех пор, пока он не перейдет на следующую стадию. Вот надоело здесь, уходи, там работай. Пока он не перейдет на следующую стадию, следующая стадия у мужчины называется открытие своих способностей. Как мужчина открывает свои способности? Женщина открывает свои способности по интуиции. Она вот чувствует, где у нее пойдет. Чаще всего. Мужчина тоже иногда по интуиции открывает свои способности, но чаще всего он открывает свои способности методом проб и ошибок. Он просто делает то, делает все, раз пошло что-то, он чувствует, получается. Все, это значит, что он перешел на вторую стадию развития, которая называется жить по способностям. Что это за жизнь такая по способностям? Деньги пошли, жизнь налаживается, устаю. Мне это что-то не сильно нравится. То есть получается, все деньги зарабатываем, но не сильно нравится. Это вторая стадия, нельзя бросать. Надо оставаться на этой стадии. Потому что переход на следующую стадию, деятельность по природе человека, не по способностям, по природе, заключается в том, что мужчина должен сильно стать развитым сначала, чтобы действовать по природе. Вот он говорит, допустим, мне нравится быть преподавателем, но я торгую. Но чтобы быть преподавателем, ты должен стать таким преподавателем, чтобы тебе за это деньги платили. Это непросто. Или человек говорит, я преподаю йогу, деньги получаю, а я хочу торговать. Ну хорошо, торговать же непросто. Нужно стать развитым сначала, прежде чем свое дело там какое-то открывать. Ну то есть, другими словами, как бы то ни было, всегда мужчине, чтобы действовать по природе, ему нужно пройти определенный путь жизненный. То есть, ну должна развиться как личность. И четвертая стадия развития очень редко встречается, это когда мужчина становится наставником в своих делах. Он уже не работает по своей природе, а учит других. Обычно это бывает уже к старости, там, преклонному возрасту. Если случается вообще. Ну, это сильно развитый человек. Или он просто мудрецом становится, советы там всем дает.